Новосибирского врача обвиняют в гибели пациентки. Девушка умерла после двух неудачных операций. Новосибирск. В студии Кирилл Полиенко. Здравствуйте. Известный новосибирский врач обвиняется в смерти школьницы. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Следствие считает, что операция, которую провел главный эндоскопист области Александр Попов, девушке была противопоказана. В феврале прошлого года ученица выпускного класса Екатерина Ларицкая оказалась в больнице скорой медицинской помощи с желчекаменной болезнью. Первая операция результатов не дала и из областной больницы пригласили заслуженного врача для проведения второй операции. После нее пациентка попала в реанимацию с сильным кровотечением и вскоре умерла. Спустя год, в феврале 2015 года, мама девушки выиграла гражданское дело и получила больше миллиона рублей компенсации. В тот же день следственный комитет возбудил уголовное дело и вот сейчас предъявил обвинение. Отмечу, что сам врач свою вину не признает. Была установлена прямая причинно-следственный связь между действиями сотрудников, но не было установлено конкретное виновное лицо. И уже вот в ходе следствия следователям было установлено конкретное лицо. Для этого им была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая прямо указала на конкретное лицо, в результате чьих конкретных виновных действий погибла пациентка Ларицкая. Бюджет Новосибирской области по итогам 2015 года может не добрать 2-3 миллиарда рублей собственных доходов. Такой прогноз озвучил сегодня министр финансов региона Виталий Голубенко. Больше всего казна недополучает налогов на прибыль. Исходя из объемов, из структуры платежей по налогу на прибыль, можно сказать, что мы не выполняем наш плановый показатель за счет трех отраслей. На первом месте это финансовая деятельность, то есть банковский сектор. На втором месте транспорт и связь. И на третьем месте это сфера строительства. Вот эти три отрасли на сегодняшний день, ввиду снижения у них финансовой эффективности, и, в общем-то говоря, спровоцировали ситуацию, из-за которой областной бюджет не добирает собственных доходов. По сравнению с прошлым годом налога на прибыль в бюджет собрали на 400 миллионов рублей меньше. Поступления от банков и финансовых организаций снизились на рекордные 85%, от предприятий транспорта и связи на 13%, а строительные компании перечислили на 20% меньше, чем в прошлом году. Министр подчеркнул, что налог на прибыль – это индикатор экономического здоровья предприятий. Лучше всего в этом году дела обстоят в перерабатывающей отрасли, там положительная динамика в 162%. Сократились поступления в казну и от налога на доходы физических лиц. Связано это с тем, что рост зарплат в регионе существенно замедлился, а людей без работы стало больше. Новоселье откладывается. Бывшие жильцы сгоревшего деревянного барака на улице Костачева уже почти два года находятся в так называемом «маневренном фонде» и ждут переезда в новые квартиры. Городские власти не раз обещали решить проблему, но ситуация с места пока так и не сдвинулась. Светлана Шуваева увидела, в каких условиях сейчас живут люди и попыталась выяснить, когда же они получат собственное жилье. Все, что осталось после пожара от аварийного барака, сломали. Дома уже нет на карте города. От прошлой жизни остались одни обломки. Людей поселили в общежитии. Дали в среднем по 6 квадратных метров на человека. Вот как помещаюсь. Все вот, что находится, так и живу. А что, куда деться? На улицу же не пойдешь. Хоть в тепле. Пожар был в марте прошлого года. Погорельцам сразу пообещали. Дадут новое жилье в ближайшее время. То, что это произойдет в 2015 году, это точно. И я думаю, что к летнему периоду торги уже будут проведены. Но год подходит к концу. А новостей о новоселье по-прежнему нет. В старом доме все было хоть и ветхое, но свое. А здесь один туалет на целый этаж. И из четырех кабинок открыта только одна. На трех остальных висят замки. Старожилы общежития считают унитазы своей собственностью и тщательно охраняют от чужаков. Общей кухни в общежитии нет совсем. Готовят прямо в комнатах. Из коммунальных благ несколько раковин и душ в подвале. Вот сейчас мне 74. И вот эту старость я сюда попал. И сколько я здесь буду находиться. Вот это вот мы все люди, которые живут здесь, сколько мы будем здесь находиться. Вот так надо бы спросить у Городецкого или там у Логтя. Они живут хорошо. А почему мы должны здесь прожебать? Нет, это не новое жилье. Это не апартаменты. Вы понимаете. Это жилье, которое позволяет человеку не оставаться зимой в холодных условиях, в условиях сибирской зимы под открытым небом. Мама Галины Савинкиной – труженица тыла. Она сейчас живет на летней даче. Пенсионерка от таких волнений слегла. И в общежитии ей никак не дойти. Ни в душ, ни в туалет. Она мне вот спрашивает, говорит, как же так я отработала всю войну. Работала в летейном цехе. Снаряды там делали. И она говорит, ну неужели я вот прожила всю жизнь, и я вот оказалась в такой жизненной ситуации тяжелой. И государство не может помочь. Специалисты мэрии ответили на запрос о судьбе погорельцев, что расселит их теперь только застройщик этого участка. Сроки расселения – декабрь 2017 года. Правда, аукционы проводили несколько раз, но желающих арендовать землю пока не нашлось. Вот и все. Господи, я так устала. Люди, мои добрые, помогите, пожалуйста. Светлана Шуваева, Константин Стримаусов. Новости Новосибирск. Депутатские проверки показали список организаций, которые обслуживают население по муниципальным дисконтным картам далек от реальности. Одни торговые точки давно закрылись, в других размер скидки не соответствует заявленному размеру. Почему средство поддержки малообеспеченных людей превратилось в бесполезный кусок пластика? И есть ли возможность вернуть картам их значимость? Разбиралась Мария Черешнева. Целая коробка муниципальных дисконтных карт. Почти 600 штук, и все не пригодились. Их в университет прислали еще летом, отталкиваясь от данных планового набора, а не реального количества поступивших. Теперь решают, что с ними делать. То ли на бейджики пустить, то ли на поделки. Согласно данным прошлого года по Новосибирску, пользовались этими картами 78 тысяч раз. Из тех данных, что всего у нас 200 тысяч студентов где-то в городе Новосибирске. То есть можно сказать, что одна треть студентов всего один раз в год воспользовалась данной картой. Сами студенты объясняют это просто. Скидку по карте это от 5 до 20 процентов дают вовсе не в тех местах, которые посещает молодежь. Почти бесполезная на самом деле. Только в блинах. В блинах. А, ну и мама у меня еще делала ремонт обуви, она взяла карточку. В третий, по-моему, сложно достаточно найти те места, где ее можно использовать. Наверное, в этом она неэффективна, может быть. На заседании комиссии Горсовета по социальной политике отчитываются впервые. Муниципальной дисконтной картой новосибирцы воспользовались 12 лет назад. Тогда ее принимали 33 магазина, сейчас уже 167 организаций. Это магазины, аптеки и кинотеатры. Однако депутатская проверка показала, перечень таких организаций в действительности не соответствует. Или скидка не такая, как заявляли, или магазин давно закрылся. Претензий нет разве что к муниципальной аптечной сети. Красиво доложил нам потребительский рынок, что у нас там 100 с лишним предприятий работают по дисконтам. Но, к сожалению, у меня информация другая. Другая информация не только от сотрудников моего учреждения, которые вышли на эти адреса, но и от жителей, потому что жители возвращаются к нам, потому что мы выдаем дисконтные карты. Сами студенты видят решение проблемы, по крайней мере для себя, в том, чтобы объединить дисконтную карту и студенческую транспортную. Тогда не понадобится каждый год изводить в пустую столько пластика, да и карточки именные чужой скидкой уже точно не воспользуются. Между тем в Горсовете подумывают о том, чтобы льготные транспортные карты оставить только тем студентам, кто действительно нуждается в материальной поддержке. Впрочем, большинство депутатского корпуса эту идею пока не поддерживает. Мария Черешнева, Дмитрий Кабанов, Новости Новосибирск. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части нашей программы. Новосибирские депутаты предлагают расстреливать террористов, но только после суда и следствия. Грузинские хинкали, китайские дзяо-дзы или иранские дюжбара, чьи пельмени самые вкусные в мире. Миллионному туристу обещают бесплатный годовой абонемент. В Шерегеше открыли новый сезон и отметили день рождения кузбасского йети. Это новости Новосибирска. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Ученые Томского государственного университета разработали устройство «Радиоглаз-антишахид» для борьбы с терроризмом. Изобретение способно разглядеть объекты, скрытые от стандартных металлоискателей. Важное качество радиоглаза – он работает на расстоянии, даже через стену, выявит человека с подозрительным предметом в сумке или под одеждой. И тут же передаст изображение на контрольный экран службы безопасности. Разработку планируют использовать как в пунктах досмотра в аэропортах и на вокзалах, так и в местах большого скопления людей. Прибор уже удостоен золотой медали выставки «Интерполитех-2015». Медали просто так не дают. В общем, интерес к этим разработкам был очень проявлен, достаточно значительный. Заинтересовались уже не только российские организации, но и зарубежные. Израиль, Балазия, ну и другие проявляли интерес. Между тем, в Новосибирске приняты дополнительные меры безопасности. Подвалы и чердаки жилых домов и зданий проверят и опечатают. В городе появятся народные дружины. А в мэрии Новосибирска снова будет введен пропускной режим. С понедельника все сотрудники будут обязаны предъявлять на входе служебное удостоверение, а посетителям придется показывать паспорт и записываться в специальный журнал. Отмечу, что подобные меры действовали в мэрии при предыдущем главе города, Владимире Городецком. Их ввели после того, как группа разгневанных пенсионеров ворвалась в здание муниципалитета. А в прошлом году первым, во многом символичным решением новоизбранного мэра Анатолия Локтя была именно отмена пропускного режима. Сейчас городские власти заявляют, что ужесточение это временное. Ну а депутаты Новосибирского законодательного собрания выступили с инициативой о снятии моратория на смертную казнь для террористов. Проект соответствующего обращения к президенту России разработан фракцией Единороссов. Ожидается, что документ вынесут на общее обсуждение на следующей сессии регионального парламента 10 декабря. Коллеги новосибирцев из Госдумы хотят пойти еще дальше и предлагают руководству страны обсудить аналогичную инициативу на уровне Совета Европы. Напомню, сейчас в России смертная казнь формально не отменена, но действует мораторий на ее применение. Госуслуги очистят от ошибок. Правительство утвердило документ Минэкономразвития, согласно которому места и время приема заявлений должностными лицами будут скорректированы для удобства посетителей. Любые изменения по предоставлению услуги должны теперь незамедлительно транслироваться по всей цепочке государственных информационных систем. Более эффективная их работа, возможно, приведет и к сокращению ошибок в документах граждан. Сейчас даже маленькая неточность может привести к большим проблемам. Павел Теунов продолжит тему. Наталья Миронова уже дважды сталкивалась с ошибками при замене паспорта. В новом документе сотрудники пропустили одну букву и Наталья Валентиновна превратилась в Наталью Валентинову. Тогда неточность заметили сразу и паспорт быстро заменили. Спустя несколько лет турфирма отказалась оформлять путевку из-за ошибки в документе ее супруга. Там написано, что мой муж Александр Сергеевич женат на Наталье Валентиновиче. И нам пришлось сдать паспорт обратно на обмен. Причем я выслушала столько негативного о себе, что я такая плохая. Я вовремя не прочитала паспорт. Надо было его вовремя прочитать, сдать вовремя на обмен. Более того, супругам Мироновым за то, что они пользовались паспортом с ошибкой, грозил солидный штраф. Как и жителю Кемерово Сергею Глухову, который по вине сотрудников миграционной службы в загранпаспорте стал Сигеем. Родители молодого человека вспоминают, что их сын получил этот документ за сутки до вылета на отдых. Испорченный отдых, испорченный отпуск, переживали родители здесь, отпустят, не отпустят, тормознут, не тормознут. То есть все было настолько серьезно. По словам специалистов, неточности в документах не повод для штрафа. Для этого миграционной службе в суде предстоит доказать, что человек намеренно исковеркал свои данные. Штраф могут привлечь к административным ответствам только в том случае, если лицо умышленно сообщило недостоверные сведения при получении паспорта. То есть эти недостоверные сведения содержались в тех документах, которые представлялись при получении документа. Между тем, иногда навести порядок в своих документах оказывается еще сложнее. Для новосибирца Артема Шершнева проблемы начались, когда он решил расставить точки над ЙО в страховом пенсионном свидетельстве, в котором он много лет значился как Артем. Ошибку исправили и выдали новый документ. Однако позже, когда он решил перевести накопление в другой фонд, получил отказ. Похоже, что где-то в недрах госучреждения неточность до сих пор остается. В итоге, в переводе моих пенсионных накоплений из одного фонда в другой мне отказывают. Зарегистрироваться на портале госуслуг я не могу, потому что, они говорят, данные из пенсионного фонда не верны. И это какой-то тупик и замкнутый круг, потому что, когда я прихожу снова в пенсионный фонд, и говорю, ребята, вот посмотрите, исправьте. Они говорят, как мы можем исправить, если ваши данные верны. А то, что где-то там неверные данные, нас это не касается. Пока сотрудники пенсионного фонда ищут две точки в документах Артема, мужчина опасается, что вся эта история с ошибками может поставить крест на его обеспеченной старости. Павел Теунов, Дарья Тарасенко, Динара Ганеева и Максим Федосеев. Новости Новосибирска. В Омске в рамках Сибирской агропромышленной недели проходит чествование, именно так говорят организаторы, одного из самых популярных сибирских продуктов – пельменей. Рецептами своих блюд делятся не только местные производители, но и гости из-за рубежа. Юлия Боброва расскажет, сколько у наших пельменей блюд-близнецов, и также расскажет, какие все-таки самые вкусные. Современные фабрики предлагают потребителям пельмени на разный вкус, начиная от рыбных и заканчивая даже фруктовыми. Но профессионалы считают, что лучше настоящих домашних пельменей нет ничего лучше. Мастер по лепке пельменей Кульпаш Хусаинова уже 20 лет работает с этим старинным блюдом. Говорит, успела перепробовать десятки рецептов, нашла идеальный и охотно им делится. Мясо, лук, соль, перец – все. Самые давнишние рецепты – это то, что мы делаем сейчас. Откуда все-таки произошли пельмени, историки кулинарии спорят. Практически в каждой стране есть подобное блюдо. Грузинские хинкали, итальянские равиоли, бурятские позы, китайские балдзы. Но Кульпаш считает, что скорее всего пельмени – блюдо сибирское, так как раньше их готовили впрок и хранили буквально мешками. Сейчас пельмени все еще считаются любимым блюдом сибиряков. Это сибирское блюдо, самое главное. Почему сибиряки любят пельмени? Потому что мяса много. Сытно, их можно немного, но надолго. А мы же любим гулять – поел и вперед. Вот по выставкам, например. Что, в общем-то, неудивительно. По статистике, Омская область входит в пятерку регионов, где пельмени самые демократичные по цене. Впрочем, и ассортимент здесь широк. Так, на выставке пельменей в рамках Сибирской агропромышленной недели омские производители продемонстрировали сразу несколько видов блюда. Производят здесь и хинкали, и манты. Но, судя по всему, медаль первенства у пельменей отнять сложно. Юлия Боброва и Дмитрий Головко. Новости Омск. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сегодня официально открыл сезон на горнолыжном курорте Ширигеш. В этом году миллионного туриста ждет приз – так называемый «Золотой скипас Йети», который дает право бесплатно пользоваться подъемниками всю следующую зиму. В этом же сезоне гостям предлагают новшество – единый абонемент, который действует на большинстве канатных дорог. Стоит он 1400 рублей. Не все собственники канаток согласились участвовать в этом проекте. В итоге это вылилось в скандал с перегораживанием части склона забором. И только после вмешательства губернатора два дня назад забор начали демонтировать. Впрочем, говорить о полноценном открытии сезона пока в любом случае не приходится. Снега на склонах горы «Зеленый» пока еще значительно меньше, чем обычно бывает в это время. И прогноз погоды пока оптимизма не внушает. И вот о чем еще расскажем в заключительной части нашей программы. Все тайны Академгородка. Гостям научного центра предлагают прогуляться в компании «Аудиогида». Премьеры ждали больше века. В Новосибирске прозвучит забытая симфония Чайковского. Горячие кавказцы в холодной Сибири. Театр из Тбилиси впервые приедет в Новосибирск. Если каждый день ты будешь готовить себя к смерти и сможешь жить так, словно твое тело уже умерло, ты станешь подлинным самураем и преуспеешь на своем поприще. Кодекс самурая. Том Круз. Путь самурая не нужен больше никому. Не нужен, что может быть нужней. Фильм об истинном пути воина. Последний самурай. Сегодня в 20.00. Смотри кино. Где в Академгородке самые грибные места, как академики измеряли уровень снега с помощью забора и что получали доктора наук в столе заказов. Уникальные экскурсии и воспоминания проводят в научном центре его известные жители. Только гидами они работают на расстоянии. Ольга Маховская прогулялась и выяснила, как это работает. Место экскурсовода – обычный смартфон. Установили приложение. Разобраться очень легко. На интерактивной карте несколько маршрутов. Вот мне нравится «Путешествие по Золотой долине». По-моему, очень романтично звучит. Выбираем и пошли гулять. Аллея, по которой мы идем, была высажена специально для прогулок. Обратите внимание на кормушки, развешанные по стволам деревьев. Они устроены для белочек. Каждая прогулка со своим настроением. Его создают потомки известных старожилов Академгородка – коренные жители. Вот, например, в самом центре Золотой долины можно прогуляться с сыном одного из основателей научного центра – Александром Морчуком. Маленькие заборчики вокруг коттеджей в снежные зимы заметало. Это был критерий снежности. Здесь были очень грибные места. Для более интересного взгляда на ту среду обитания, в которой мы находимся. Совершенно замечательное ощущение. Вот одна из самых таких воодушевляющих за последние годы – это было создание утиного пруда. Мы приходим с женой и смотрим. А тут и дети смотрят, кормят уточек. И я вот ощущаю, что мы разговариваем. У нас как бы диалог с природой. Это вообще совершенно потрясающе. Позади осталось озеро с утками, музей этнографии. Справа мы можем увидеть бывший клуб юных техников. Моя экскурсия получается тривиальна. Здесь у каждого объекта свои секреты. Как, например, у этого магазина, который когда-то был столом заказов. Помню, как мы ходили туда с подругой. И она по заданию родителей заказывала по списку деликатесы. Папа Даша был доктор наук. Они жили в коттедже. Им полагался гораздо больший список продуктов, нежели по семьям простых научно-сотрудников. Тур Анастасии Близнюк, дочери одного из создателей знаменитого кафе под интегралом, называется «Путешествие дорогами детства». С ней можно пройтись по знаменитой яблоневой аллее и узнать, что у сибирских ранеток вкус детства. Ну вот такие маленькие замерзшие ранетки. А по вкусу? Детские. Как в детстве? Похоже. И это взгляд каждого конкретного человека. Это его личное впечатление, воспоминания. Та эмоция, которую он пытается передать слушателю. И помочь ему полюбить этим городом так же, как он его любит. Также виртуально можно прогуляться и по институту цитологии и генетики. Посидеть на арт-лавочках. Пока в проекте пять маршрутов. Будет больше. К тому же написать свою историю тоже можно. Ольга Маховская, Алексей Андробаев. Новости. Новосибирск. Продолжается подготовка к одному из главных событий музыкального сезона. Девятому международному юношескому конкурсу имени Чайковского. Его впервые проведут в Новосибирске в начале декабря. Организаторы Министерства культуры Новосибирской области, Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени Чайковского и Межгосударственная корпорация развития. Новосибирцы впервые услышат симфонию Чайковского «Жизнь». Она прозвучит в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца 5 декабря на открытии конкурса Чайковского. Будут и другие произведения, но «Жизнь» все-таки станет гвоздем программы. Ни при жизни, ни после смерти композитора она не исполнялась. Сохранилась только в черновых набросках. Завершить симфонию решили в фонде Чайковского. Расшифровал и дописал партитуру современный композитор Петр Климов. И пока «Жизнь» звучала лишь в Москве и в Японии. Это действительно вам интересно, потому что музыку, которую написал такой великий композитор, она прозвучит. Это интересно. Это все равно, что прочесть там новую книгу. Она должна звучать. Мы передадим ноты в новосибирский сифонический аксессор, и, может быть, она исполнится не только в первой части. Тбилисский русский драматический театр имени Грибоедова, которому в этом году исполняется 170 лет, впервые приехал в Сибирь. В гастрольных планах Новосибирск, Томск и Барнаул, а первый спектакль на сибирской земле актеры уже сыграли в Кемерове. Подробности расскажет Светлана Сангатулина. Несмотря на столь солидный возраст, он молод и современен. Именно так, как о живом человеке говорят о Тбилисском русском драматическом театре имени Грибоедова. Немирович Данченко, Мария Ермолова, Всеволод Мейерхольд, выходцы из театра, которому в этом году исполнилось 170 лет. В Сибирь из Тбилиси приехали впервые. Сибирь, потому что мы здесь не были, и нам интересна была вот эта Россия. Здесь совершенно другие люди, совершенно другая ментальность, и совершенно особое какое-то отношение к театру и к гостям. Здесь же вот такие люди, имеющие такой сибирский характер, люди добрые, щедрые, широкие, любвеобильные. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» артистам Грибоедовского предлагали посетить Москву, Санкт-Петербург и другие города Центральной России. В театре же решили – в Сибирь. Заслуженная артистка Грузии Людмила Артемова-Мгебришвили рассказывает, что о Кемерове наслышаны и давно мечтали увидеть город. Чтобы порадовать нашего зрителя, привезли спектакль, который получил почетную театральную премию – пьесу по мотивам повести Льва Толстого «Холстомер». В тот же год мы получили гран-при международного фестиваля «Витязь» в Москве за этот спектакль. Причем мы закрывали фестиваль, и директор фестиваля Николай Бурляев сказал на награждение, что я не скрываю, что у нас уже практически все было распределено, но вчера приехали грузины, и все нам перевернули. И мы ночью собрались и пересмотрели какое-то решение. Мы взяли гран-при тоже за этот спектакль. Сегодня большинство артистов театра из Грузии. Говорят, попасть в Тбилисский русский драматический театр имени Грибоедова престижно, так же, как и посетить их спектакли. Репертуар в основном – классика русской драматургии. Понять ее, считают артисты, могут все. Главное – подходить к искусству с открытой душой. А это сибиряки точно умеют. Грибоедовский театр был в Кемерове всего день, но надеются вновь вернуться сюда с более богатой программой. Светлана Сангатульна, Роман Абдрахманов, Новости, Кузбасс. В завершении выпуска о погоде прогноз представляет закрытое акционерное общество «Строитель». В Томске, где разработали устройство для выявления шахидов на расстоянии, ясные 14-16 градусов мороза. В Кузбассе, где официально открыли горнолыжный сезон и отметили день рождения Йети, ясные – минус 11-13 градусов. В Омске, где проходит международный фестиваль пельменей, ясная погода и минус 20-22. В Новосибирске, где врача обвиняют в смерти пациентки, солнечные – 13-15 градусов мороза. В жилом комплексе «Астра» квартиры стоят от 1 миллиона 520 тысяч рублей. Кто-то еще в дороге, а я уже дома. Хорошо, что мы живем в «Астре». «Астра» квартиры в центре от 1 миллиона 520 тысяч рублей. На этом все. До встречи после выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова